Мы с вами продолжаем и давайте отдельным видеороликом сделаю обзор других домов, которые вы можете приобрести. Сейчас я вам покажу интересную квартиру. Квартиру номер у нас 8, 20 квадратов метров, цена у нее 4 миллиона двести, но она, ребята, с ремонтом. Посмотрите, в принципе, хорошая уютная студия с видом на зелень, кто-то скажет, на кусты. И вот, посмотрите, да, как можно обыграть 20 квадратов метров. И кухня поместилась, и то место, где можно у нас прилечь поспать. Ну и, конечно же, есть еще и санузел. Данная квартира, в отличие от предыдущих квартир, она у нас полностью оборудована, полностью готовая, можно заехать уже и жить. Вы расскажете, дорого. Ребят, ну, если вы говорите дорого, значит, нужно альтернативно, да. Критикуешь, как сказал Кандрастанин? Предлагай. Вот и вот так. Поэтому предлагайте. Предлагайте вариант лучше, чтобы квартира находилась в, не знаю, в пяти минутах езды на общественном транспорте от самого интересного района Сочи, района Светлана, чтобы находился в 12 минутах езды от главпочтанта и так далее. В принципе, если бюджет небольшой, то это хороший вариант для старта. В любом случае, данная квартира дешевле не будет, она будет только подниматься с ней, становится все выше, выше, выше. В 4 миллиона 200 вы получаете квартирку, где уже, в принципе, заведен газ, где уже сделана вся электрика, где сделан ремонт и квартира не выглядит как вагон, а правильной формы. Поэтому, ребята, если вдруг кому-то хочется заехать и жить, либо захочется просто купить квартиру и сразу сдать, такая квартира сдается за 20-25 тысяч рублей в месяц. Дешевле вы сейчас ничего не сможете в случае снять. Да, есть вариант, когда ваши знакомые снимают там квартиры получше и подешевле. Ну, я могу сказать, что в ближайшие два месяца все пересмотрят. Даже парковка подорожала. В Острове мечты я снимал парковку за 6 тысяч, сейчас парковка стоит 8 тысяч. То же самое касается и другие. А я, по-моему, сейчас снимал квартиру за 25 тысяч рублей. Теперь сказать, что если она хочет там жить в центре, она должна платить 35. А раньше действительно были цены другие на недвижимость и на аренду. Поэтому, если вдруг хочется какую-нибудь небольшую квартиру, уютную, либо хочется, например, вложить, чтобы потихоньку деньги приносили, можно купить и все. Да, не хватает телевизора. Ну, я думаю, это мелочь. А в целом квартиры пригодны для проживания. Например, сейчас мой друг Алексей находится в Сочи, он живет один. Если вдруг случится, что я квартиру радужно продам, то вполне возможно, он снимет квартиру где-нибудь как раз в этом райончике, потому что понимает центр, он в Африке центр. И спокойно за 25 тысяч рублей он будет жить в этой квартире. И, по сути, он работает. И только остается прийти и переночевать. Хороший вариант. Многие риэлторы снимают такие небольшие квартиры. Поэтому, ребята, если нужна квартира с ремонтом, если хочется, чтобы это было готово с данным домом, захочется заехать жить, хочется, чтобы там можно выйти, погулять по лесочкам и так далее, то это ваш вариант. Ну, реально, ваш вариант. Подойдет так людям, которые у нас на автомобиле, также подойдет пешеходам, потому что общественная обстановка на расстоянии 250 метров. Гимназия, в которой относится данный жилой комплекс, это гимназия номер 9. Поэтому все хорошо. До гимназии минуты 4 ехать на общественном транспорте. 4 минуты. Либо пешком, это, наверное, минут 40. Вот это так. Поэтому давайте посмотрим еще варианты, которые есть в этом доме. Квартиру. Квартира 43 квадратных метра. Цена 6 миллионов 375 тысяч рублей. Плюс 100 тысяч рублей за газ. Квартира, в принципе, такая. Можно сделать себе большую студию. И квартира на самом верхнем этаже. Подниматься сюда на четвертый этаж. Ну, и в целом, есть балкончик. Балкончик вид на аналогичные дома данного застройщика. Ну, и, конечно же, зелень. Зелень внизу улицы Яна Фабрициуса. Сюда можно заехать с улицы Транспортная, а можно заехать с улицы Яна Фабрициуса. Соответственно, данная квартира у нас в черновом варианте. Не отделки какой-то. Какая может быть отделка? Черной вариант. Ценник вот такой, какой вы сейчас видите. В принципе, судя по тому ценообразованию, которое сейчас есть в Сочи, то нормальный вариант. Нормальный вариант. Учитывая, что дом беспроблемный. Центральные все коммуникации. Низкие коммунальные платежи. Ну, и, конечно же, мне чем нравится данный дом, это то, что здесь, по большому счету, когда мы с вами поднимаемся, то нет такого эффекта общежития. Здесь всего лишь 4 квартирки. В данном доме почти ничего у нас не осталось. Давайте посмотрим сразу еще одну квартиру. Эта квартира у нас 35 квадратных метров. Цена 5 миллионов 200. Ну и, соответственно, тоже квартира с балконом. Разница в миллион сто. И, в принципе, я думаю, вот такую квартиру даже проще покупать, потому что, как бы, учитывая, что одно окно, тоже вполне себе нормальная квартира для студии просто бомба. Итак, 5 миллионов 200 тысяч. 35 квадратных метров. Вид у нас на весь микрорайон, который застроил данный застройщик. Видно, что здесь есть магазинчик. Вот за будкой там внизу есть возможность спуститься на автобусную остановку и доехать до 9-й гимназии, к примеру, за всего лишь там за 5 минут. Ну, 7 минут, может быть, максимум. Хотя нет, 5 минут. Ну и, в общем, и такая квартира. Довести дома такую квартиру будет стоить примерно 700 тысяч. Плюс еще нужно будет технику, мебель. Это еще 300. Плюс миллион рублей. И по итогу вы за 6200 получите квартиру в 34 квадратных метра с тем ремонтом, который нужен вам. Ту квартиру, в которой никто, кроме вас, не жил. Ну и, соответственно, ну, не знаю. Ну, лично я считаю, что вполне себе нормальный вариант, потому что за эти деньги можно купить стройку в Дагомесе, которая не будет строиться по федеральному закону ВЕС-14. Кто там, не взять. Сейчас стройка в Дагомесе, чайный берег, стоит 212 тысяч рублей за год от метра. 212 тысяч. Здесь получается гораздо дешевле. Поэтому, ребят, выбор за вами. Сделаем небольшую панку. Ребята, итог. Что хочется сказать. Этот дом мне понравился. Это у нас был немецкий квартал, дом номер 8. Из плюсов. Ты себя не чувствуешь здесь как в общежитии, потому что на каждом этаже всего лишь находятся 4 квартиры. Как, например, даже как в Радужном. Из видов. Я бы не сказал, что прям видовые характеристики хорошие. Нет. Но то, что окна в окна не стоят дома, это уже большой, огромнейший плюс. По локации, ну, не знаю, ребят. Но если нет возможности купить центр, то другой альтернативы нет. Вы здесь покупаете готовый данный дом, безопасный. Тем более, посмотрите, что можно купить квартиру, в том числе и с ремонтом. Люди здесь уже живут. Притом живут долго, счастливо. Данные дома были в эксплуатации 2 года назад. Почему некоторые квартиры не продались? Ну, потому что не было надобности в них продажи. Понимаете, есть инвесторы, например, у меня, которые сейчас держат продажи по одной простой причине. Потому что не знают, куда перекладывать деньги. Поэтому иногда такие квартирки и появляются. Что касается улицы транспорта. В любом случае, я считаю, это один из лучших, один из самых интересных вариантов по отношению цена и качества. Само собой понятно, что, например, если сравнить с машинами, то там Audi, Volkswagen и BMW, Mercedes будут лучше, чем, например, Hyundai Solaris. Но если мы смотрим с вами ценовую категорию, там, в пределах миллиона рублей, то Hyundai Solaris, Kia Rio, в принципе, конкурентов не существует. То же самое это касается и недвижимости Сочи. Само собой, если у вас есть немножко другой бюджет, ну, как бы не стоит смотреть, говорят, жесткий, лютый эконом. Ну, а если у вас бюджет ограничен, то, извините, я за безопасность. Эти варианты, которые я вам сегодня показал, это безопасные. И еще плюс есть ремонт, поэтому, если вдруг хочется заехать и жить, то я рекомендую данный дом. А мы были с вами в жилом комплексе, немецкий квартал, дом номер 8. Ну, а теперь всем добра и пока.